В одном из своих недавних интервью вы призвали Владимира Зеленского признать Светлану Тихановской не только лидером оппозиции, но и лидером всей Беларуси и разрешить открыть дипломатическое представительство в Украине. Что ему мешает это сделать? Да. Вы знаете, я с самого начала войны, с конца февраля, начале марта в Киеве очень сильно боролся за то, чтобы... И мне казалось это возможным. Мне казалось это тем новым окном возможности после 2020 года, когда можно было бы наконец-таки выгнать белорусских дипломатов. В конечном итоге они и покинули Украину. Воспользовавшись посольством белорусским признать офис Тихановской, выдать ему офис посольства на основании этого, признав, особенно после того, как с 24 февраля со стороны Беларуси летят ракеты и используется инфраструктура для войны против украинцев, у украинской стороны были все права признать офис Тихановской, дать ей легитимность, ту, которой ей не хватало. Это было бы основанием и формирования кабинета, совсем другого кабинета, это было бы основанием выдачи новых паспортов и так далее. Ведь если разобраться, кроме экстерриториальных особенностей, у нас есть, как у государства, все. Есть язык, есть люди. Так, а что мешает Зеленскому этому сделать? Есть легитимный президент, есть все, но только нет на территории. И можно было бы создать новую Беларусь, страну вне территории, пока вне территории оккупированной Беларуси. Что мешает? Вы знаете, мне не хотелось бы критиковать сейчас украинскую власть, украинский уряд, но на это есть политические решения, политическая воля и политические причины, по которым, отчасти понятные, по которым украинцы не хотят обострять конфликт. Я могу назвать 4-5 причин, которые официальный Минск охотно в своих разговорах со мной, по крайней мере, использовал как вот такие аргументы. Ну, во-первых, это не дело украинцев спасать Беларусь. Беларусы должны спасать свою страну сами. Украина и так сейчас страдает, и так тяжело в войне, и поэтому это не ее дело. Номер два, давайте я закончу, я просто вам обрисую несколько ответов. Номер два, это то, что Украине тяжело растягивать фронт еще на тысячу километров, которая граничит открытой границей с Беларусью. Сил и так мало, ресурсов и так мало, и расширять фронт, это достаточно опасная затея. В-третьих, Беларусь для Украины до сих пор является возможностью импорта некоторых военных запчастей, запчастей для МАЗов, для машин, которые раньше поставлялись из России, и для того, чтобы на фронте все функционировало, эта возможность не должна быть, или этот канал не должен быть закрыт. В-четвертых, есть, конечно же, страх разозлить Лукашенко. Мы понимаем, что Зеленский единственный, кто не встретился с Тихановской, несмотря на то, что она встретилась практически со всем миром, до сих пор и до войны. Поэтому есть нежелание как бы злить Лукашенко. Есть, в-пятых, желание сохранить канал связи с Москвой через Лукашенко, и это тоже важно. Есть шестая причина, это то, что, я думаю, все-таки спецслужбы Украины достаточно сильно инфильтрованы спецслужбами Беларуси, это нужно тоже признать. В общем, есть ряд причин, по которым, ну, есть в-девятых отговорка, что типа якобы Тихановская, ее тоже часто можно слышать, не признала Крым и как-то себя некорректно повела. Все это чушь, все это, мне кажется, определенные отговорки. Важен, наверное, тот факт, что Украине правда не для Беларуси, и здесь она права, и Беларусь должна сама решать свои вопросы, а не надеяться, как обычно, инфантильно, на спасение утопающих, не самими утопающими. Я очень согласен тоже с Виталием насчет аргументации. И здесь важно понимать, что в Украине есть, они судят по себе, и они судят о ресурсе, о силе других политиков, о том, стоит ли с ними работать, по их реальному потенциалу. Если бы у кабинета Тихановской реально появилась какая-то параллельная армия, если бы они действительно могли по щелчку, по призыву вывести в Беларуси какие-то протесты и продемонстрировали такой ресурс, если бы у них был какой-то другой, понятный в Украине с украинской политической культурой аргумент, контроль за какими-то, не знаю, секторами белорусской экономики, как есть у некоторых украинских олигархов, или было до войны, по крайней мере. То есть украинцы мыслят в таких довольно жестких, таких ригидных категориях. В чем ваш ресурс? Вы просто виртуальная Рада БНР, или же вы игрок, с которым надо считаться? Я думаю, что если бы у кабинета такой ресурс был, понятный в Украине, то и все эти отговорки, которые я перечислил Виталий, многие из них ушли бы на второй план и с ней бы считались. Я имею в виду с Тихановской. И со всеми этими созданными структурами. Я доподлинно знаю, что когда обсуждался вопрос сделки с зерном через Беларусь и поставок через Беларусь, одним из аргументов, почему украинская власть была против этого, потому что они считали, что это может демотивирующе подействовать на белорусских добровольцев, воюющих в Украине. Что если мы будем опять вести сделки с Лукашенко, то эти люди, которые сбежали от этого режима и воюют теперь за нас, почувствуют себя преданными. Поэтому нам нужно защищать их интересы. Это небольшая сила, это сотни солдат, но их интересы и интересы не разочаровать этих людей стали важными в принятии решений. Вот здесь есть модель. Пока все эти кабинеты видятся из Киева как просто виртуальная какая-то такая политика, а внимания не будет. И никто не будет, мне кажется, будут бесконечно находить вот эти вот, тоже согласен, фейковые причины, вроде того, что она Крым не признала. Она уже больше года, как сказала, что Крым украинский, и де юре, и де факто. Поэтому сможет ли белорусский одним силой этот ресурс себе отрастить? Не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok